Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, телезрители, вы в прямом эфире программы «Мангезда на селе». На сегодняшний день, по данным ВОЗ, 370 миллионов людей болеют сахарным диабетом. В нашей стране каждый пятый человек страдает им. Как помочь людям, у которых повышенный сахар в крови, что мы должны знать об этой патологии и как от нее защититься, расскажут гости нашей сегодняшней студии. У нас сегодня в гостях частые гости нашей студии, наши друзья. Это Жангенхан Аблайула, врач-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук. И Аскар Тлегенов, врач-эндокринолог, доктор PHD. Ну, ассаламу алейкум, добро пожаловать. Мы всегда рады видеть вас у нас здесь в студии, в прямом эфире. Ну, действительно, это заболевание очень коварное. Оно наступает в тот момент, когда захочет. То есть, она не выбирает и не щадит ни малых, ни взрослых. Ну, по-первых, о чем мы должны узнать? Что из себя представляет именно эндокринная система человека? Жанн Аблайович. Эндокринная система – это дирижер всего организма. Дирижер всего организма за здоровье отвечает. Вырвутка гормонов. Каждый гормон отвечает за метаболизм, который в организме происходит. Сбой, один из звеньев эндокринной системы приводит к нарушению здоровья. Если гормон повышенный, уровень – это тоже болезнь. Если пониженный уровень – тоже ниже нормы. Это тоже приводит к изменениям организма человека. Это могут быть иногда болезнью. Ну, только что мы говорили о сахарном диабете. Это дефицит инсулина в организме абсолютный или относительный. То есть, сахарный диабет. Сахарный диабет. И эндокринная система сегодня рассматривать отдельно никак нельзя. Это диффузная система. Это нейроиммунная эндокринология. Обширная – это охватывает нервную систему, иммунную систему и эндокринную систему. А сбой из этих трех фрагментов, которые составляют нейроиммунную эндокринную систему, обязательно приводит к различным метаболическим нарушениям. Что такое метаболическое нарушение? Как раз о чем вы говорили. Изменение уровня сахарной крови страдает сахарным диабетом первого типа. Если инсулин недостаточен в организме, если инсулин много, но не чувствительны ткани к этому инсулину, тогда происходит сахарный диабет второй тип сахарного диабета. Сегодня действительно сахарный диабет – это медико-социально-экономически затратные заболевания. Асаке, многие врачи, эндокринологи, говорят, что все это исходит, возможно, одной из первостепенной причин является нервные какие-то нарушения. Так ли это? Если будем говорить относительно причин возникновения сахарного диабета, то, как уже мы ранее сказали, нужно разграничить первый тип и второй тип. То есть, если это первый тип, то это в основном в большей степени процентов где-то 80-85. Это составляет именно аутоиммунного генеза. То есть, когда собственный иммунитет разрушает собственные B-клетки поджелудочной железы, и которая, в свою очередь, приводит к недостаточности инсулина. Если говорить о втором типе, то здесь больше приварьирует именно избыток массы тела, как Жанн Облач сказал, метаболический синдром, или просто говоря, ожирение. В этом случае происходит, что здесь инсулин есть в организме. Его даже, скажем, больше, много. Но он почему-то в своей какой-то вот ряде причин, он нечувствителен к клеткам. То есть, он не может проводить углеводы в клетку. Получается, одна из основных причин – это ожирение, избыток массы тела. Ну, а как пусковой механизм, скажем, да, может быть, какие-то стрессовые ситуации, про то, что вы сейчас говорите. Но в основном второй тип – это генетически предрасположенные заболевания. Генетика здесь тоже связана, да? Обязательно. То есть, у каждого из нас есть предрасположенность, скажем так, к сахарному диабету. Но если мы следим за образом питания, образом жизни, то есть, активный образ жизни, здорового питания, да, то есть, без избытка массы тела, без ожирения, то есть, такой человек, ну, заболеть сахарным диабетом 2 типа очень низкий процент. Ежели он не следит за питанием, страдает ожирением, то есть, такой человек может заболеть сахарным диабетом 2 типа больше. Процент возникновения будет гораздо выше. И третья степень, да, есть? Или две степени? Ожирение? Ожирение. Ожирение он на данный момент… Нет, то есть сахарного диабета. Сахарный диабет на данный момент по классификации Всемирной организации здравоохранения у нас сейчас 4 группы есть. 4 группы. Первые 2 группы – это наиболее известные для нас, это первый тип, то есть который возникает именно больше в молодом возрасте у детей, характеризуется недостаточностью инсулина. Второй тип – это больше в более старшем возрасте и характеризуется ожирением. Третий тип – это диабет, который возникает у беременных, называется гистационный. Ну и четвертая группа – это уже другие, скажем, специфические нарушения, связанные с сахарным диабетом, такие как эндокринопатии. То есть есть заболевания эндокринологические, которые называются, скажем, болезнью Ницинга Кушинга в основном, феохромоцитома. То есть там развивается стероидный сахарный диабет. Это третья группа. Это четвертая группа. Четвертая группа. Другие специфические формы сахарного диабета называются. То есть когда мы устраняем изначальный этиологический первичный фактор, то, скажем так, регрессия сахарного диабета происходит моментально. А ну вот если человек, скажем, избыточная масса тела у него, это понятно, человек может там, я не знаю, много потеет, да? А если он худой, то есть у него все в норме, но он потеет, обильное потовыделение, чем это? Может ли это с сахаром быть связано? Жанн Аблаевич. Скорее всего, это нарушение нервной системы, когда потеет, это связано. А потеря массы тела при сахарном диабете бывает. Резко больной худеет, за месяц теряет 10-12 килограмм, и слабость, и потеет. И тогда подозревать можно сахарный диабет. Для этого надо знать, в первую очередь, что первые признаки сахарного диабета. Что это? С чего все началось, да? Первые признаки сахарного диабета – это жажда, обильное питье, частые мочеспускания, и потеря веса, слабость. Вот это первые признаки. И нам особенно нужно обратить внимание детям. Сегодня у меня был на приеме 10-месячный ребенок, который попал в больницу, инфекционную больницу, слабость, рвот был. И на что не обратили внимание, запах ацетона был у ребенка. И это ребенок из одной больницы в другую больницу, в областную больницу попал, в другую больницу попал. И на конечный финал попал ребенок в кому. И при коматозном состоянии вызвали реаниматолога перевести отделение реанимации. И реаниматолог обратил внимание, что запах ацетона. И сразу же поставил сахарный диабет, кетоацетоз, и проводили реанимационные мероприятия. Ребенок сегодня был у меня на приеме. И это о чем говорит? Что если у ребенка есть слабость, жажда, запах ацетона, надо обратить внимание, нет ли сахарного диабета. И это касается подростков, это касается и взрослых до 40 лет. Как правило, вот это первые признаки, которые, это нуждается, пациент нуждается в обследовании. Это не говорит о том, что это пациент, катастрофа. Если вовремя оказать помощь, измерить сахар крови, определить содержание кетоновых тел, того же ацетона, и можно поставить диагноз и лечить. Ну, Жанна Балаевич, ну смотрите, дети, да, дети. Сейчас как бы детей и ничем не обманешь, они все знают, да? То есть и век технологии, интернета развит, очень развитые дети. Ну вот, зачастую есть такое, что дети тоже болеют сахарным диабетом, да? Но как вот им привить ту мысль, что в принципе сахарный диабет – это не приговор. Ты можешь жить, все будет у тебя отлично. Ты не переживай, дальше вырастешь, будешь учиться, у тебя появится семья и т.д. и т.п. Вот что нужно говорить этим? В первую очередь, это проблема не только ребенка, это проблема семейного очага, это проблема общества, это проблема государства, важности. Почему? Потому что это гражданин, это ребенок будущей насы. Если вовремя ребенок, первый, конечно, удар, когда узнают родители, что у ребенка сахарный диабет, как сегодня на приеме был, это определенный стресс для родителей. Ну да, да. Но это понять нужно, что это образ жизни человека. Можно сахарным диабетом первого типа жить, при этом вовремя получить инсулинотерапию, соответствующая самоконтроль сахарного диабета и уровень сахара в пределах нормы держать. Сахарным диабетом можно всю жизнь жить, сколько Бог дал, столько можно жить. Поэтому я на сахарный диабет, я рассматриваю как образ жизни. Дружить надо своим сахаром, соблюдать диету и вовремя контролировать уровень сахара в крови, вовремя делать инъекции, это первый тип. Если второй тип сахарного диабета, это соблюдение строгой диеты, следить за массой тела, за весом и вовремя принимать, и вовремя контролировать до еды, после еды уровень глюкозы в крови. На сегодняшний день государство 100% обеспечивает наших детей, подростков, инсулином, генной инженерной человеческой инсулином. Это новая технология, это молекулярная эндокринология. Не каждая страна может обеспечить своих пациентов 100% человеческим, генной инженерным, самым чистым, беспиковым инсулином. Наше государство сегодня только на закуп человеческой инсулины тратит 3,5 миллиарда тенге. Мы должны гордиться, вот куда уходят эти деньги, мы должны гордиться своей страной. Да? Да. Жанна Аблаевич. Я горжусь как эндокринологом, что мы обеспечиваем инсулинотерапией и необходимые лекарства. Теперь я хочу еще раз подчеркнуть, детям и подросткам, беременным и будущим матерям, мы, наше государство, Министерство здравоохранения обеспечил инсулиновыми помпами. Мы позже остановимся инсулиновыми помпами. Асеке, ну вот давайте поподробнее остановимся на инсулине, потому что многие не могут понять, возможно, что такое опять же, да, Жанна Аблаевич, помпа, инсулин. Что такое инсулин? Ну, инсулин, если говорить о инсулине, это наш гормон, который выделяется в поджелудочной железе, а именно в бета-клетках. То есть этот гормон в первую очередь регулирует углеводный обмен. То есть гормон, который обеспечивает проникновение сахара, скажем так, в клетку, и тем самым происходит как бы питание клетки, выработка энергии, ну и весь обменный процесс по углеводам. Если же говорить о патологии, именно недостатке инсулина, то это уже заболевание, которое называется сахарный диабет первого типа. То есть это уже пожизненная, постоянная необходимость, скажем так, этого пациента в приеме инсулина. На сегодняшний день, значит, инсулины у нас вводятся в организм чаще всего в виде подколок. То есть есть специальный шприц-ручки, которыми пациенты производят укол инсулина, скажем, перед едой и вообще в течение дня. Скажем, несколько лет уже в Казахстане существует такое понятие, как инсулиновая помпа. Что это такое? Это своего рода такой маленький компьютер. Он в виде пейджера, то есть в нем внутри загружается инсулин. Путем соединения через катетеры, через трубочки системы в организм постоянно поступает инсулин. Почему инсулиновая помпа очень актуальна? И применение инсулиновой помпы, особенно у детей, особенно у очень маленьких детей, у грудных даже, да, там, скажем, приводит к тому, что у них очень сильно хорошо компенсируется течение сахарного диабета. Это в первую очередь то, что инсулиновая помпа подает инсулин таким образом, максимально приближенная к секреции инсулина своей собственной поджелудочной железы. То есть у нас с вами, у людей, которых не страдают сахарным диабетом, инсулин выделяется постоянно. Не только на прием пищи. То есть выработка постоянно выработка? Каждые 4 секунды у нас выделяется определенное количество инсулина, которое расходуется на другие определенные нужды. А когда мы уже кушаем, то есть перед приемом пищи инсулин дополнительно еще в большом количестве выделяется на еду уже. И вот использование инсулиновой помпы, подача этого инсулина, максимально приближено к нормальной поджелудочной железе. Это искусственная поджелудочная железа. То есть помпа. Помпа. Искусственная поджелудочная железа, которая регулирует выделение непрерывного поступления инсулина в организм человека. А как же она была еще? Вы просто что, получается, приедут к нам? Да, есть датчики, которые измеряют глюкозу в крови. Есть иголка, закрепленная в организм человека. Оттуда инсулин поступает, как только что сказал. То есть он подшитый в нас. Подшитый, да. Да, ну что. Нет, там система состоит из трех частей, скажем. Система-нипель. Первая система – это сам, скажем, компьютер, в котором находятся все функции задаваемые. То есть подача – это все регулировка. Потом вторая система – это катетер своего рода, который соединяет вот этот компьютер маленький с организмом человека. И третья система – это конюля. То есть иголка. На конце этого катетера она подсоединяется именно в подкожно-жировой слой пациента и крепится на лейкопластыре. И то есть получается с этой стороны помпа, потом катетер, и здесь получается иголочка. И вот через эту систему этот самый компьютер подает постоянно инсулин. Наши больные что делают? Они же постоянно подкалывают. То есть даже они находятся, скажем так, в общественном месте. Они должны, вынуждены, брать шприц, ручку, инсулин с собой, брать спиртовые шарики и прятаться. То есть наш менталитет, скажем так, он при обществе как бы делать инсулин никто не делает. Они берут эту систему, уединяются, скажем так, в определенных местах и производят инъекцию инсулина. То есть стесняясь. А инсулиновая помпа, она в принципе находится в этой области. Автоматически. Она не видна, она под вещами. И получается ребенок как бы не имеет такой необходимости куда-то идти, делать себе инсулин, прятаться. То есть он просто достает компьютер, нажимает кнопочку и инсулин дополнительно на еду подается снова. Так мы обязательно вернемся, Секи, да, к этому вопросу. У нас на линии два телефона звонка. Давайте ответим на вопросы наших телезрителей. Ассалам алейкум, добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Салемецызбе. Салемецызбе. Хай қаладан сіз бізге хабарласып тұрсыз? Бұл қазалыдан. Кызлорда о болсақ қазалы ауданынан. Мен сағыны ябетпен ауырғаныма 10 жылдай болып қалды. Мен егер өлшек отырам таңертен күсін, егер 19-дан, 20-дан төмен сіз кетсе, ауырам. И 20-дан, 22-ге, ондай ауырмайым, 22-ден жоғары көтерісте, 25-боса тағы ауырат. Басым ауырат, бұлсын бейжай болам, андай, әлсіздік пайда болады, сонда жағдайлар болады. Сәуле айналайын біріншіден басымның ауыратыны, қандағы қанттың төмендігінен емес, қандағы қанттың жоғары болғандығынан глюкозы токсичніз. Что такое глюкозы токсичніз? Это отравление организмы глюкозы, который. Сәуле вам, наоборот, нужно отрегулировать дозы препаратов, которые вы получаете. И вы можете со мной созвониться. Я могу отрегулировать, можете приехать ко мне, получить консультации и лечение. И здесь нужно организм на высокие сахара, метаболический память привыкает. Метаболическая память привыкает, потому что она привыкла постоянно держать уровень глюкозы выше. На самом деле это отравляет организм. Поэтому вам отрегулировать нужно в течение трех месяцев нормализовать уровень глюкозы крови в пределах допустимой. 7, 8 или 6 в этих пределах нужно. Для этого нужно, три месяца времени нужно, чтобы отрегулировать вашу глюкозу в крови. Поэтому я рекомендую вам приехать ко мне, получить консультацию в нашу клинику. Я сразу скажу, что... Назначите, да, рекомендую. В нашей республике сейчас, тем более в Казаларде, открылся центр диабета. Я сам ездил, открыл этот центр диабета весной. Туда можно госпитализироваться обязательно по порталу. И к нам тоже, центр диабета Казахского национального медицинского университета, тоже можно по порталу прийти, бесплатно получить лечение. И можно отрегулировать глюкозы в крови, которые вызывают у вас головные боли. Я думаю, что это решаемый вопрос. Так, а Жанна Булаевич. Азекина, ну вот смотрите, здесь... Можно вот... Добавить хотите? Дополнить. То, что она в начале своей речи, вопроса, она отметила тот фактор, что при снижении сахаров ниже 20 ммол на литр, у нее тоже ухудшается состояние. Хотелось бы сказать, я так понял, с ее слов, она не контролирует свои сахара на должном уровне, то есть она как бы находится постоянно с высокими сахарами. А когда человек постоянно находится с высокими сахарами, клетки головного мозга привыкают, как уже сказали, метаболическая память, да. То есть и когда уже даже ниже снижается сахара, то есть сказать, нормализуется, да, человек тоже себя плохо чувствует. Потому что клетки головного мозга привыкли уже работать в режиме 20, 21, 22 ммол на литр. То есть здесь нужно в первую очередь компенсировать, нормализовать. Постепенно вот то, что сахара снизились, и головные боли, вот это состояние пройдут. Тут вот то, что сорвался, получается, телефонный звонок нашей оператора вышли. Вопрос звучит так. Что делать, если инсулин уже закончился, инсулин закончился, какие препараты принимать, можно ли вообще принимать препараты, и что делать в такой момент? Жанн Аблач. Во-первых, инсулин закончиться не может. Каждой поликлинике имеется на полтора месяца, на два месяца запас инсулина. Поэтому нужно обратиться в той поликлинику, где выдают инсулин. Совершенно бесплатно, если ты на учете стоишь. Государство обеспечивает инсулином. У нас есть запасы вперед на полтора-два месяца. Поэтому нужно получить инсулин и это. Но если сахарный диабет в зависимости от первой тип, там без инсулиной терапии нельзя обойтись. Это усугубляет, осложнение вызывает и могут попасть на коматозное состояние. Только что мы говорили, кетоацидоз может быть в глубоком коматозном состоянии. Поэтому нужно экстренно обратиться, чтобы выделили инсулин. Первое. Второе. Если второго типа сахарный диабет, в какой-то период возможно перейти на таблетированные сахароснижающие препараты. Но желательно от инсулиной терапии самостоятельно нельзя отходить. Это обязательно под контролем эндокринолога по месту жительства. Да, дорогие телезрители, пожалуйста, у вас есть все возможности. Если даже у вас закончился инсулин, вы можете обратиться в поликлинику. А дальше, если хотите полечиться, получить, скажем так, лечение на высоком уровне, без проблем можете приехать сюда, в город Алматы, обратиться к нашим профессорам за помощью. В принципе, Асаке, мы остановились на помпах, да? Помпы. Они устанавливаются как у взрослых, так и у детей, да? А с какого вообще возраста их устанавливают? Это вот в зависимости от степени сахарного диабета, да? В каком возрасте устанавливают? Ну, скажем так, про инсулиновые помпы. Был пилотный проект. Такой проект именно устанавливалось детям в детском возрасте, именно бесплатно. В течение года обслуживались эти дети на бесплатном обеспечении по поводу инсулиновой помпы. А инсулиновая помпа, скажем так, приобрести ее может любой желающий. Единственное, она стоит чуть-чуть дороговато. Плюс ежемесячное там обследование, обслуживание тоже выходит в определенную сумму. А, то есть она не бесплатная, да, инсулиновая помпа? Бесплатной для взрослых не было. А только для детей? Для детей бесплатно. Для детей. То есть взрослый человек, если, скажем так, заболел сахарным диабетом первого типа, ну, скажем так, 20 лет, да, 23 года им, то ему инсулиновая помпа бесплатно не выдается, он ее приобретает, покупает. И потом уже под контролем эндокринолога он наблюдается и регулируется при помощи инсулиновой помпы. А цена вообще какая, если примерно ориентироваться, чтобы подузнать? По-разному, там в зависимости от модели. То есть есть сейчас на рынке Казахстана два типа моделей. Одна это американская, Метроник, а еще есть корейская, Сойл называется, Дана. То есть Дана где-то примерно стоит от 3 до 4 тысяч долларов, примерно. А Метроник чуть-чуть подороже. Но есть модель, которая совсем дорого стоит. Там уже дополнительно автоматически есть сенсор, который определяет сахар крови и через блютуз подает на компьютер сигнал, что сахар, скажем, высокий. И сам аппарат начинает вводить инсулит, самостоятельно. Это очень дорого. У нас на линии телефонный звонок, а потом мы продолжим именно о них. Там есть ли какая-нибудь альтернатива, вот что важно. У нас на линии телефонный звонок. Ассаламу алейкум. У нас на линии телефонный звонок. У нас на линии телефонный звонок. У нас на линии телефонные звонок. У нас на линии телефон. Продолжение следует... В принципе, ясно. Надеемся, что наш телезритель поняла, что делать. Дальше получается помпа. Какая альтернатива? Это только инсулины? Это один из методов подачи инсулина в организм. То есть помпа? Да. То есть аналог шприц-ручка. А так альтернатива? То есть аналог шприц-ручка им пользуется? Да. То есть большинство у нас используют шприц-ручки. То есть ручка, в которой находится инсулин, и на конце иголка. То есть путем введения нажатия кнопки вводится инсулин. Аналог шприц-ручки – это инсулиновая помпа. Сейчас еще в мире есть инсулин, который назальный и под язык делается. То есть у нас на рынке нет такого инсулин. То есть это понюхал или влил, понос, спрей, спрей, аэрозольный инсулин. Называется аэрозольный инсулин и таблетированный инсулин. Ну, это инсулины, сейчас прошли клинические испытания, продажи есть аэрозольный инсулин. И это, ну, некоторые есть неудобства, тем аэрозольный инсулин, который при выдыхании доза инсулина определит очень тяжело. Ну, например, шприц-ручкой единицы ставишь, сколько набрал, столько. А инсулиновая помпа непрерывного подачи инсулина, там зависит от уровня, уровня постоянно непрерывно подают. Поэтому здесь широкого использования аэрозольных инсулинов сейчас входит в это. Теперь самое главное, что неудобства перед каждым инъекцией инсулина, надо определить уровень глюкозы в крови и потом подбирать, увеличивать дозы или уменьшить дозу инсулина. И это постоянная травма. Это колоть надо, измерять нужно сахар крови. Но только что вы говорили, будем говорить о новой технологии. На сегодняшний день есть в Израиле, в Германии, в Японии, которые бескровное определение инсулина, бескровное определение глюкозы в крови. Это клипы. Это тоже как... Это один из методов лечения, получается? Нет. Определение глюкозы в крови. Вот перед каждой инъекцией надо измерять глюкозы в крови и определять нужно. Это психологический травм для ребенка, для взрослого себе колоть. Ну да, постоянно прокалывать. Определить капли крови и определить глюкометром это. А сейчас новая технология чем заключается? Это клипы, которые именно вот сюда ставятся. Это клипы. И сразу же определяется, как размером телефона. Безболезненно, да? Да, безболезненно. Определяет глюкозу в крови и сразу отрегулирует, какой дозе нужны инсулина. Я надеюсь, что... И до нас дойдет. Да, до нас дойдет. И если речь идет о новой технологии, еще я хотел бы напомнить о том, что сегодня идет экспериментальная работа и наблюдает за этими детьми. Это у кого есть наследственная предрасположенность к сахарному диабету, проводит вакцинация против диабета. Это новые направления, новые технологии. Ну вообще круто. Жанн Аблач, давайте мы сейчас о нем поговорим после телефонового звонка. Там на линии звонок. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Продолжение следует... Мы сейчас о том, что работают. Я не в состоянии работать. У меня ноги болят. Пусть у меня в кучах шахтал. А я уже кандидат жёг. Из пикетов, хамыр. Хотеллер метр жарлаз. Сосеветные сезги за хават... Сыз, откуда вы звоните? Кайжи жены звонадап тұрсыз, Апке? Активиден звонадап. Атыныз гон? Атыныз шолпан. Шолпан. Рахмет сізге шолпан. Шолпан сұрауныз өте түсінікті. Бүрінші дэн хан тиабетінды, бүрінші екінші типті анқтога болад. Олышын, хандағы инсулиніңізді дың дінгейін анқтогырік. Екінші, ханда, эспептид түген инсулиндың предшественники есі. И надо определить уровень инсулина в крові, эспептид определит, гликозированный гемоглобин, вам сразу поставить диагноз, у вас первый тип или второй тип. Это диагностические критерии. На сегодняшний день это любая лаборатория инвитера, инвива определяет. Если эта лаборатория у вас есть, вы можете для себя определить, сколько у вас в крові инсулин и эспептида. На этой основе вам поставят первый тип или второй тип диабета. Нет проблем, определить можно. И второе, в отношении инвалидности. Да, если у вас хронические осложнения, которые мешают вам обслуживать самого себе или выполнять трудовой процесс, это по месту жительства определяет МЦЭК. И для этого нужно соответствующее пройти обследование. И потом эндокринолог направляет медицинскую экспертизу, свидетельствующую о трудоспособностях. И этим вопросом занимаются только по месту жительства. Ну, то есть, вообще, по идее, сейчас наш телезритель, может ли она попасть, скажем, по порталу к вам или как, чтобы найти какую-то диагностику? Да, может попасть по порталу. Для этого эндокринолог, который курирует нашего ШОЛПАН, сейчас, на сегодняшний день, по закону, каждый пациент имеет право на любую больницу врача выбрать. И выбрать больницу, где хочет лечиться. Это клиника, или в Астане, или в Актюбинске, или в Казларде, где есть центр диабета, или в Талдукургане. Центр диабета определяет пациент, имеет право определить, где хочет лечить. Для этого нужно встать на портал, а портал единый, Министерство здравоохранения, со всех концов Казахстана, это портал. И определяется, и дадут, какой клиникой вам лечиться. И можно частной клиникой лечиться на сегодняшний день, и можно государственной клиникой лечиться. Государство это обеспечивает. Сейчас, после телефонного звонка, мы ответим на него, а потом поговорим на тему сладкой жизни. Да, ассаламу алейкум, вы в прямом эфире, можете задавать свой вопрос. То есть, он не инсулинозависимый, и вот сейчас у него вопрос, какие можно медикаментозные лечения провести? Второй тип. На сегодняшний момент, скажем так, лечение сахарного диабета второго типа шагнуло гораздо очень вперед. Это именно выражается тем, что открыты новые группы препаратов, которые сейчас хорошо и в широком этом используются в лечении больных с сахарным диабетом второго типа. Какие это препараты? Ну, на сегодняшний день, один из таких самых, значит, значимых, которые следует отметить, это препараты инкретина. То есть, это препараты, которые глюкогоноподобный полипептид, то есть, это гормон, который выделяется в кишечнике, который регулирует углеводный обмен. То есть, как к этому ко всему пришли? Ученые, австралийские ученые исследовали ящерицу, которая, скажем так, четыре раза в год питается. И при этом у нее сахара не испытывает резких колебаний. Не повышается риска и не снижается. Четыре раза в год питается. Аллах или... И при исследовании был выявлен именно вот этот глюкогоноподобный полипептид. Название таких препаратов – это баета и виктоза. То есть, это в шприц-ручках тоже, как инсулин, но это не инсулин, тоже делаются подколки. Далее было открытие других препаратов, которые называются ингибиторы дипептидилпептидаза-4. То есть, коммерческое название этих препаратов – это англиза, янувия, трожента. То есть, эти препараты, они блокируют фермент, вот этот, пептидилпептидаза, который разрушает вот этот глюкогоноподобный полипептид. Ну, не знаю, насколько это было понятно для наших зрителей. Ну да, это терминология очень тяжелая и воспринимается тяжело. Само главное, новые препараты есть. Да, революция в мире медикаментозного, скажем, лечения, да? Да, но на чем она основана, получается, вот эти препараты у диабетиков второго типа, какой процесс нарушен именно? Нарушен процесс именно первой фазы секреции инсулина. Что это? То есть, у нас с вами инсулин выделяется, как мы уже сказали, на прием пищи и, получается, постоянно выделяется вот на что-то необходимое другое. А именно это что? Когда мы с вами начинаем только употреблять пищу, наш инсулин выделяется для блокировки печени. То есть, в печени у нас выделяется одно вещество, которое называется глюкоген. Это вещество, которое необходимо нам для того, чтобы когда мы голодуем, когда мы не можем покушать, у нас сахара не падает. Это вещество, оно поддерживает наш уровень сахара в определенных нормальных количествах. Получается, вот этот инсулин, он не действует на эту печень у больных диабетиком. И вот этот препарат, он именно улучшает вот это вот состояние. То есть, именно первую фазу секреции инсулина блокирует печень. И, соответственно, инсулин выделяется, скажем, только на те продукты, которые съел пациент. А если как бы это нарушено, то получается там плюс свой сахар, плюс еще тот сахар, который они съедают. И получается высокое колебание сахара и стойкое держание сахара в течение, скажем так, нескольких часов. На тот вопрос я хотел, чтобы… Добавить, да, Жанна Блачевна? Добавить, конкретно сказать название препарата. Тражента. Тражента. Записывайте. Тражента. Онглиза. Янувия. Это препараты продажи. Янувия. Это продажи есть, но бесплатные не выдаются. Этот каждый пациент должен себе купить. Есть комбинируемые препараты. Янувия называется. Тоже Янувия и Метформин. Ну давайте, уже остается совсем мало времени у нас, прямого эфира. Сладкая жизнь, да? Ну действительно, все мы хотим жить в сладкой жизни и живем. В повседневности там, я не знаю, употребляют сколько килограммов сладкого. Что делать, получается, тем людям, которые подвержены этому заболеванию? Это раз. Ну и, во-вторых, мы говорим, что резюмируя, сахарный диабет – это не патология, это образ жизни, да? Да. Это образ жизни. Правильно. И ваши, скажем так, небольшие рекомендации в конце программы и советы вообще, что нужно делать людям, тем, кто здоров, и те, кто уже все-таки болеет этой коварной патологией. Жанна Блач или Асге? Ну, во-первых, если заболел сахарным диабетом, надо обратиться к врачам-эндокринологам, соблюдать диету. Основа лечения сахарного диабета – это диета. Еще раз, диета, диета. На этом фоне назначаются сахароснижающие препараты, которые в виде таблетированной. При необходимости, когда возникает инсулино-потребный период или инсулино-потребная фаза, необходимо получить инсулины. Сахарный диабет – это ваш образ жизни, с ним смириться. Сахарный диабетом в мире, только что вы привели, статистически, 370 миллионов человек. Среди них и боксеры, среди них спортсмены, среди них бизнесмены, актеры, балерины, школьники, дети маленькие болеют. И рядом с вами они ходят, вполне здоровые люди. Они гражданины нашей республики. Поэтому я всегда говорю, это рассмотреть нужно, образ жизни, и надо соблюдать и лечиться нужно. Так что проблема решаемая. Профилактика, в первую очередь, о чем вы хотели сказать, профилактика сахарного диабета. Если дети болеют, конечно, это под контролем эндокринолога, чтобы не было осложнений сахарного диабета. Профилактика сахарного диабета, осложнение – это разные вещи. Профилактика сахарного диабета – это следить за весом, избыточной массы тела не должно быть. И потому что определенное количество инсулина, зависимость от массы тела, выбрасывается очень много. Поэтому надо беречь собственный инсулин. Первое. Второе. Натуральный собственный инсулин, да? Второе. Дети, которые родился от родителей, которые один или двое страдают сахарным диабетом, или родился ребенок большой массы тела, 5 килограмм, 4,5 килограмм, надо проверить, нет ли сахарный диабет. Ранние диагностики – это определение уровня глюкозы крови. Это несложно. В любых поликлиниках, в любых лабораториях определяют уровень глюкозы в крови. Поэтому обязательно один раз полгода измеряйте глюкозы в крови. Если есть предрасположенность к сахарному диабету, есть такая вот называемая группа риска. Родители болеют, мама болеет или папа болеет, дети относятся к группе риска. Их надо обязательно проверять, нужно, нет ли будущего риска развития сахарного диабета. Определять нужную глюкозу крови. Спасибо, Жанна Плащ. Асеке, ваши рекомендации? Что вы пожелаете? Да, говорит, краткость, сестра таланта, у нас буквально минута, поэтому… Ну, если, как уже сказали, заболел диабетом, то это как бы образ жизни уже. Это, соответственно, просто нужно лечиться и соблюдать диету. Ну, а если, как бы, у тебя есть предрасположенность следить за весом, то есть образ жизни, питание, активный образ жизни, минимальное количество стрессов. Ну, и профилактически вот это поможет избирать возникновение заболеваниями сахарным диабетом. То есть, опять же, занятия спортом, да, не злоупотреблять вредных привычкам, то есть как-то отказаться от них самое главное. Дорогие телезрители, вот и 50 минут нашего прямого эфира подошли к своему логическому завершению. Спасибо, что вы были вместе с нами в течение этого времени. Я надеюсь, что сегодняшний эфир был полезным для вас, и вы извлекли из него что-то новое, узнали о сахарном диабете, что-то новое. И в конце нашей программы традиционно хотелось бы сказать, берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Ассаламу алейкум. Редактор субтитров А.Семкин